Сейчас уже трудно сказать, когда пошла мода в спорте на тату. И о пристрастии к чернильным рисункам своих кумиров болельщики зачастую даже не догадываются. Но если не считать футбольных фанатов, тут что не победный матч, то спины на голо. Одним из самых больших поклонников татуажа можно назвать датского футболиста Даниэля Агера, центрального защитника Ливерпуля. В этом списке почетное место занимает и Дэвид Бэкхэм. А как разглядеть, если рисунки, к примеру, у волейболистов? Мы набрали смелости и разделим Мэтью Андерсона, трейгровщика казанского «Зенита». Свою первую татуировку американский волейболист сделал два года назад. Правда, повод оказался грустным. Наколол он тату в память об отце. Отец очень много значил для меня. Он многому меня научил. Я с детства хотел сделать татуировку. Жаль, что повод получился грустный. На рисунке герб семьи Андерсонов оказывается родителям Мэтью и Швеции. Чтобы сделать тату, ему пришлось изрядно покопаться в истории и литературе, чтобы понять, как может выглядеть семейный герб Андерсонов. Здесь рыцари, имя отца Майкла, дата его рождения и смерти. А летом этого года на теле волейболиста появилась еще одна тату. Тут повод оказался куда радостнее. В составе национальной сборной он принял участие в Лондонской Олимпиаде. Олимпиада – большое событие в жизни каждого спортсмена. И я захотел отметить это. Теперь любой, кто увидит эту татуировку, без вопросов поймет, что я участвовал в Олимпиаде. Конечно, мама Мэтью, Нэнси Андерсон, не сильно обрадовалась новому увлечению сына. Смирилась лишь с первой тату. А вот сам волейболист решил не останавливаться. И если его опять позовут сыграть на Олимпиаде, обязательно нанесет еще один рисунок. Елена Горбунчикова, Елена Зыкова, телеканал АйТиВ.